Сейчас снимаем Всем привет! С вами Максим Вы на канале Rock'n'Roll Dragon, который посвящен электронным и акустическим барабанам, а также хорошей музыке и коллекционированию Сегодняшний выпуск, думаю, будет не очень продолжительным по времени, посмотрим в итоге после финального монтажа, но зато станет ёмким и познавательным по содержанию Я хочу рассказать вам о мелких, но очень важных и интересных деталях и мелочах, которые используются мною для моей электронной барабанной установки Roland TD-17QX Также некоторые фишки подойдут и для акустической установки Как говорил Шерлок Холмс, вообще-то незначительные детали обычно важнее всего Если вы решили смотреть этот выпуск дальше, сейчас самое время нажать на кнопку подписаться и на колокольчик, чтобы потом не отвлекаться, так как будет очень интересно Также не забудьте заглянуть ко мне на страничку в Инстаграм, Фейсбук и ВК Итак, эти небольшие дополнения с первого взгляда вроде бы ненужные Но по прошествии времени понимаешь, какую важную, полезную и удобную функцию они несут Для удобства игры и посадки за ударной установкой, размещения и подвешивания электронных пэдов, улучшения их работы и считывания сигнала Продлить срок службы и бережно обращаться с электронной установкой отдельными её комплектующими Если досмотрите этот выпуск до конца, вы узнаете, как украсить и сделать установку под стиль вашей любимой музыкальной группы, под ваши музыкальные предпочтения и стиль жизни А также узнаете, как эти рекомендации помогут сохранить нервы вашим соседним снизу И сохранят ваш бюджет Так что ничего не пропускайте Все эти мини-апгрейды у меня появились постепенно, за 3 года, после приобретения ударной установки Играя на ней, замечая шероховатости конструкции, смотря видео в интернете, читая разные формы и комментарии, я почерпнул и улучшил некоторые моменты, придумал свои и применил их на практике Давайте я расскажу вам обо всех полезностях Нажмем на паузу Про что это я про такое говорю? Про какие-то мелочи? Это мелочи, мелочи Но нет ничего важнее мелочей Дополнения, разности Будем говорить на профессиональном языке Сегодня я расскажу вам о барабанных лайфхаках, которые используются для акустической и электронных ударных установок Эти лайфхаки помогут вам при игре на ударных установках И многие лайфхаки, о которых я расскажу сегодня вам, окажутся незаменимыми и необходимыми И вы оцените всю их прелесть Так что смотрите дальше А когда я буду говорить про мелочи, в голове держите, что это барабанные лайфхаки Смотрим дальше Давайте я расскажу вам обо всех полезностях, которые я собрал за это время Погнали! Итак, вот моя электронная ударная установка Roland TD-17QX Состоящая из двух крэш-тарелок CY-12 RIDA CY-13 Hi-Hat VH-10 Трёх томов Сейчас у меня висит два тома PDX-8, это 8-дюймовый И 10-дюймовый напольный PDA-100L Также у меня убран снятый третий том PDX-8 Который можно повесить в качестве второго напольного Далее в комплекте идет малый 12-дюймовый барабан PDX-12 Установленный на полноценную стойку для малого барабана Бочки KD-10 Также мои установки и самодельный электронный ковбелл Как вы его сделали, смотрите подробное видео, которое тоже есть на канале Чайный сплэш из CY-8 Про её апгрейд у меня на канале есть отдельный выпуск, можете тоже посмотреть И в этом выпуске вы узнаете, как можно подключить всю эту дополнительную кухню пэдов Давайте я начну свой рассказ и мы будем двигаться сверху вниз Начнем с тарелок А точнее, со способа их крепления на стойках Тем, кто использует подиум для электронной установки, да и не только подиум Даже если установка стоит на полу или паркете ламинати Да и когда вы играете по соседним пэдам, подвешенным на раме Может возникнуть подобная проблема А именно, ложное срабатывание пэдов тарелок от вибраций, передающейся от пола или рамы Тарелки наиболее часто подвержены ложному срабатыванию триггеров Так называемый кросс-ток В модуле есть настройка параметра X-Tock Chancel на этот случай Которая помогает убрать ложное срабатывание от вибраций Но слишком высокое значение уставлять не стоит Так как если вы переусердствуете, то возможна ситуация Что при ударе по двум пэдам, например по тарелке По пэту бас-бочки, источнику вибрации То тарелка с высоким значением X-Tock не сработает и не издаст звука Настройки должны быть максимально плавными и не отражаться на игре Давайте покажу поближе На этот случай я предлагаю вам подвешивать тарелки на стойке через специальные брогасящие прокладки Вырезанные из фетра или резины, или того и другого В зависимости от сложности ситуации Можно использовать фирменный фетр для тарелок, разрезанный пополам поролон или мягкую пенку-упаковку У меня вот такая вот фетровая шайба Я вырезал из фетра 5-4 мм и установил на стойку При таком подвесе вибрация, передающаяся по раме и стойке, гасится и исключает ложное срабатывание Например, от педалей хай-хета или бас-бочки, или любых подвешенных на раме пэдов У меня данная проблема с тарелкой Right и иногда с левым крэшем Повесив тарелки через прокладки, вы избавитесь от этой проблемы А тарелку Right я подвесил через двойные прокладки Сейчас покажу Вот тарелка Right у меня подвешена через фетровую и резиную шайбу Так как она иногда заводится от бас-бочки Но повесив ее таким способом, я исключил это Следующее, о чем хотел рассказать Тарелки сделаны из пластика А шток-держатель металлический, плюс на нем есть резьба Со временем крепежные отверстия в тарелках могут разработаться от качания Поэтому шток-резьбы лучше чем-нибудь закрыть Предлагаю надеть на него термоусадку по диаметру резьбы Теперь у нас гладкая поверхность Износа никакого не должно быть Отверстие останется круглым, а не овально Перейдем к хай-хету Данные небольшие апгрейды подойдут только тем, у кого Хай-хет устанавливается на отдельную стойку для хета А если у вас хай-хет модели CY-5 То вам подойдет апгрейд из моего видео о тарелке CY-8 с прикреплением противовеса Для более мягкого и приближенного ощущения, как при игре на настоящем хете Чтобы получить некий эффект спружинивания, когда при смыкании двух тарелок они пружинят Плюс это смягчается фетровыми прокладками на зажиме замка хета на верхней тарелке И фетром прокладкой под нижней тарелкой хета На электронном хай-хете ощущение немного жесткий Для этого я предлагаю сделать следующее Начнем снизу вверх Базовый комплект электронного хай-хета ВИЧ-10 и ВИЧ-11 Входит вот такая вот металлическая шайба с тонким наклеенным спененым уплотнителем Она надевается на стойку хета Затем на нее ставится контроллер хета Ну и сверху, соответственно, тарелка Делаем, выставляем нужный зазор Вот как хет с ним работает Я оценил все провода от хета Сейчас нас интересует не электронный звук, а механика работы Вы видите и слышите, что довольно жестко и шумно Я бы сказал, очень шумно Что вызывает передаваемую вибрацию на пол и ногу играющего Что я предлагаю сделать Вот из такого спененного упаковочного полиэтилена Вырезать круглую шайбу-прокладку Положить ее на базовую шайбу И затем на мягкую подложку поставить контроллер хета Опять выставляем зазор 3 мм Строгая инструкция Вот как теперь стало работать Вы слышите и ощутите Если так же сделаете все изменения Результат очень хороший Стало тише и мягче играть Я таких шайб вырезал несколько штук Так как со временем материал уплотняется И становится тоньше и плотнее При желании можно заменить эту прокладку И поставить другую Результат отличный Всем советую так же сделать Следующая фишка Больше подойдет для владельцев хай-хета модели ВИЧ-11 Ну и для десятой модели тоже может пригодиться Дело вот в чем Вот контроллер хета Здесь есть вот такой вот пружинный механизм И ответная часть инкарелки хай-хета В модели ВИЧ-10 конструкция была немного другая Были детали из металла Можете их видеть сейчас на фото Здесь вот этот вот выступ меньше И при игре, при резком закрытии хета Например, когда вы считаете долей ногой При закрытии 11 модель очень жестко закрывалась И было слышно соприкосновение этих деталей Некое щелкание Чтобы этого избежать Сюда вот На эту часть Нужно положить шайбу из резины или тонкого фетра И надеть ее на шток И опустить Эта шайба получится как амортизирующая прокладка Я вырезал шайбу из силикона Силикон лучше, так как со временем он не твердеет Не трескается и остается мягким Поставив эту шайбу, уйдет неприятная вибрация и шум Вот послушайте разницу Я уберу белую прокладку для чистоты эксперимента Он без шайбы И с шайбой Такой глухой и тупой звук Небольшая разница есть Но на 10 моделях эта Которая у меня Не так слышна разница, как на 11 А в конце первой части Я хочу рассказать вам Об основе основ О барабанных стульях Без которых невозможно нормально играть Что на электронной Что на акустической Ударных установках А именно об апгрейдах барабанных стульев Эти апгрейды помогут Усилить, улучшить И починить ваши сломанные барабанные стулья Очень часто Это самые простые барабанные стулья У которых выдвижная штанга Фиксируется болтом То есть такая трубка с отверстиями Эта трубка переломливается И приходится либо выбрасывать Либо искать стулья на замену У меня данный стул Пис Модель DRT109 Была трубчатой Но со временем Не дожидаясь, пока она сломается Я усилил и сделал Более профессиональный стул На резьбе То есть стул получился винтовой Сейчас покажу поближе Но к сожалению Данный апгрейд сложно произвести В домашних бытовых условиях Потому что вся работа Выполняется на производстве Именно это токарная работа И сварка И чтобы произвести такой апгрейд Нам необходимо Вот такая вот труба Из нержавейки Либо из металла Далее резьбовой фланец С резьбой для штока Он приваривается Он приваривается К этой трубе Основе Она Труба вставляется В крестовину Треногу стула Базу Приваривается Вот здесь вот Нарезается резьба То есть в гайке Нарезается резьба Далее в нее вставляется Вкручивается шток И на шток Надевается седло Седушка В данном случае Это Обновленный стул Он очень крепкий Также советую сделать Усиление сидушки Снизу Например Многие стулья Идут Усиленные Нормальные Качественные Но Вот эта вот сидушка Как правило Выполняется из 6 Восьмимиллиметровой фанеры И со временем Она просто прогибается И становится Пологой Чтобы этого не произошло Снизу я усилил ее Металлическим листом Трехмиллиметровым Листом металла Теперь можно сидеть На краю стула Не опасаясь Что он прогнется Также здесь делается Стопорный винт Как на всех стульях Можем выкручивать Под нужную высоту Такой вот Классный апгрейд Всем рекомендую Также я сделал Апгрейд Стоит стула Тама Снизу Я тоже Сделал лист Металла Вот и покрасил В красный цвет Так что Теперь можно сидеть На краю И не бояться Что Стул прогнется Так что У кого есть возможность Всем рекомендую Данные апгрейды Ваши стулья Прослужат гораздо дольше А на этом Вступительная первая часть Об барабанных лайфхак Подошла к концу Самое интересное Будет во второй части Переходите Вот по этой ссылке И смотрите вторую часть Всем пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok